Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет проект и изучаем ПЛК-контроллеры. И сегодня попробуем поработать со средой программирования Kodasys версии 3.5. Давайте создадим новый проект. Выберем стандартный проект. Ок. Устройство OIN SPK. К сожалению, реального устройства пока возможности приобрести нет. Поэтому будем писать в эмуляторе. Вернее, работать с эмулятором. Язык давайте выберем. Язык релинных диаграмм. Здесь нажимаем на стрелочку. И вот выбираем язык релинных диаграмм LD. Попробуем сегодня написать на этом языке программирование. Нажимаем ОК. Нажимаем PLC-PRG. Два раза левая кнопка мыши. И вот здесь будем писать программу. Здесь выбираем элементы реле. Щелкаем на плюсик. Вот у нас высветились элементы. Давайте попробуем написать генератор импульсов. Зажимаем левую кнопку мыши. Контакт. Вот у нас подсказка. Начало здесь. Наводим на эту подсказку. Она светится зелененьким. Бросаем. Левую кнопку мыши. Вставили контакт. Давайте с помощью этого контакта мы будем запускать наш генератор импульсов. Объявим здесь переменную. Допустим. А английская 1. А английская 1. Нажимаем Enter. Вот у нас высветилась табличка автообъявления. Имя А1. Тип BULL. ОК. Дальше давайте вставим еще один контакт. Зажимаем левую кнопку мыши контакт. Вот наводим на прямоугольничек. Он засветился зеленым. Бросаем левую кнопку мыши. Здесь давайте объявим переменную B2. Нажимаем Enter. Имя переменной B2. Тип BULL. ОК. Вот у нас появилась цена здесь. Дальше давайте возьмем таймер TOF. Зажимаем левую кнопку мыши. Это у нас таймер с задержкой отключения. Вот. Наводим на прямоугольничек. Он зелененький. Вставляем. Таймеру TOF присвоим имя. Ну скажем. Т1. Таймер 1. Нажимаем Enter. Имя Т1. Тип TOF. ОК. Здесь зададим время. Задаем его в формате T. Решетка. Ну допустим 1 секунда. 1S. Enter. Здесь мы можем наблюдать работу таймера. Но пока этого не будем делать знаки. Его просто встираем. Дальше вставляем обмотка. Зажимаем левую кнопку мыши обмотку. Вот у нас подсказка. Добавить выход или переход сюда. Добавляем. Бросаем. И здесь у нас будет переменная B1. Объявим переменную B1. Нажимаем Enter. Переменная B1. Тип BULL. ОК. Вот у нас появилась переменная B1. Следующим шагом щелкаем здесь левую кнопку мыши. Вот здесь у нас. Нажимаем правую кнопку мыши. И выбираем вставить цепь ниже. Это у нас будет первая цепь. Это вторая. Во второй цепи берем инверсный контакт. Зажимаем его левой кнопкой мыши. Вставляем вот где надпись сначала здесь. Бросаем его. Здесь у нас будет переменная B1. за переменная B1 вставляем таймер ТОН. Зажимаем его левую кнопку мыши. Это таймер с задержкой включения. Рисываем ему имя. Ну допустим таймер второй. Т2. Enter. Имя Т2. Тип ТОН. ОК. Задаем время. Давайте зададим тоже одну секунду. Т решетка 1С. Enter. Давайте здесь Т большую поставим как бы вверху. Здесь стираем знаки вопросов. Пока не будем наблюдать работу таймера. Дальше вставляем обмотку. Зажимаем левую кнопку мыши. Добавить выход. Стираем знаки вопроса. Здесь у нас будет переменная B2. Заходим в онлайн. Режим эмуляции. Ставим галочку. Реального СПК нету. Подключаемся к виртуальному СПК. Загрузить. Здесь вот где выражение за надписью выражения щелкаем левую кнопку мыши два раза и нажимаем прямоугольничек. Здесь выбираем переменную для наблюдения. Переменную A1. Она у нас будет запускать наш генератор импульсов. Дальше щелкаем следующие строки левую кнопку мыши. Два раза левую кнопку мыши. Нажимаем на прямоугольничек. Здесь выбираем переменную B1. Вот здесь мы можем нажать левую кнопку мыши где подготовлены значения. Допустим переменная A1 призвое значение True истинно. На вход то есть подать единицу допустим если это был бы вход ПЛК контроллера. Записать значение и нажимаем Start. 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 Вот мы наблюдаем генерацию импульсов. Импульсы определенной длительности и с определенным интервалом. В данном случае длительность 1 секунду и с интервалом в 1 секунду. Отключаемся. Давайте создадим визуализацию. Нажимаем здесь левую кнопку мыши затем правую кнопку мыши добавить объект и добавить объект визуализации. Выбираем нажимаем левую кнопку мыши имя пока так и оставим не будем ничего менять открыть. визуализации. Давайте здесь выберем лампы переключатели. Возьмем лампу зажимаем левую кнопку мыши вставляем. Дальше возьмем переключатель зажимаем его левую кнопку мыши вставляем. Вот этот переключатель брали. Дальше щелкаем левую кнопку мыши по лампочке здесь объявляем переменную в свойствах. Это у нас будет переменная B1 здесь мы будем наблюдать генерацию импульсов. Щелкаем по переключателю левой кнопкой мыши здесь выбираем переменную переменная A1 она будет у нас запускать генератор импульсов. ОК. Еще раз по лампочке давайте цвет картинки сделаем наверное зеленый. дальше подключаемся к нашему виртуальному полка контроллеру Yes нажимаем старт нажимаем на переключатель наблюдаем генерацию импульсов. Давайте отключимся перейдем к написанию программки PLC PRG и здесь делаем следующее здесь где у нас первая цепь щелкаем левую кнопку мыши появляется такой вот прямоугольничек затем правую кнопку мыши выбираем вставить цепь вот я выбрал вставить цепь ниже но меня пока так не хочу удалить так просто вставить цепь вот она у нас вытеснила наши цепи стала первой цепью давайте возьмем пустой элемент зажимаем левую кнопку мыши и вставляем вот где подсказка начало здесь дальше сделаем его следующим элементом это будет у нас элемент преобразующий переменную int в переменную time здесь пишем int нижнее подчеркивание to нижнее подчеркивание time enter еще раз enter давайте здесь у нас будет переменная тип time вернее тип int i1 переменная тип int так секундочку i1 нажимаем enter вот у нас имя переменной i1 тип int здесь вот в кодосец весе 3.5 здесь как бы автоматически определяется тип но можно его и задавать при необходимости менять вот нажимаем здесь на стрелочку и выбираем тип int ok дальше давайте здесь у нас будет переменная tu уставка tu нажимаем enter переменная имя tu тип time ok вот они здесь у нас объявились int tu давайте здесь вот задание заменим на tu и здесь тоже задание заменим на tu дальше перейдем к визуализации вот у нас визуализация щелкаем левую кнопку мыши добавим следующий элемент вот добавим такой движочек зажимаем его левую кнопку мыши и бросаем щелкаем по нему левую кнопку мыши здесь можно надпись ввести допустим задание времени или так же tu у нас переменная еще раз щелкаем по нему левую кнопку мыши здесь в свойствах в свойствах минимум 0 максимум ну давайте сделаем до 3 секунд это будет 3000 мильсекунд переменную здесь объявим щелкаем два раза левую кнопку мыши переменная у нас будет тип int сделали специальное преобразование i1 окей давайте попробуем подключиться к нашему виртуальному плк контроллеру окей да стоп у нас здесь одна тотальная ошибка отключаемся так здесь у нас это предупреждение и одна ошибка так здесь пока ты устираем нажимаем левой кнопкой мыши смотрим свойства переменная переменная операция prj i1 переменная операция prj зайдем в программу здесь вот не объявили переменную разрешающая на разрешающем входе здесь у нас будет переменная a enter поэтому высветилась ошибка когда у нас подадим на запуск на контакт запуска генератора сигнал мы можем будем регулировать вот эту задержку переходим снова к визуализации здесь я просто забыл поэтому ошибка подключаемся окей так вот у нас тотальных ошибок нету есть предупреждение но пока проигнорируем предупреждение вот у нас генерируются импульсы давайте здесь окнем левую кнопку мыши два раза нажмем на прямоугольничек и добавим еще одну переменную вот эту переменную таймеру ставка два раза левую кнопку мыши щелкаем дальше здесь щелкнем левую кнопку мыши и вот у нас 0 секунд пробуем перемещать движок и вот у нас длительности и интервал импульсов поскольку мы одной и той же переменной задаем вот мы же переместим переместить движок у нас будет реже срабатывать наша лампочка дальше переносим движок еще реже вот наблюдаем время если в левую сторону движок перемещаем здесь значение уменьшается лампочка срабатывает гораздо чаще вот у нас пол секунды длительность импульса и интервал между импульсами ну вот пожалуй на этом наше небольшое видео завершим спасибо 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 спасибо